Добрый день! Библиотека – это судьба. Кто-то выше нас, мудрее, добрее, величественнее определяет для человека, что он может и имеет право работать с книгами, с образами, с текстами, нотами. И одновременно он должен работать с людьми. Поэтому библиотека всегда воспринимается в обществе как посланник великой мудрости. Насколько мы мудры в этой жизни, это уже на судьбе каждого. Как оно определится? Я всегда любила работать в библиотеке, начиная где-то с пятого класса, когда я просто приходила в гости, и меня садили на абонемент и обслуживание. Маленькая библиотека возле 34-й школы. Потом был университет, а потом была областная научная библиотека, 26 лет. Массовая работа, пропаганда, просветительство, реклама, информационная работа и так далее, и так далее. Командировки. И, наконец, библиотека очень уютного, маленького творческого вуза. И библиотека, которая должна решать интересные задачи. Вот как мы обслуживаем, что мы даём как человек и личность, а не только как передачи книг, что мы даём творческому студенту, студенту с особой психикой, с особым настроением, с особой какой-то вот настроем на цвет, на музыку, на звук, на текст и так далее. И поэтому я считаю, что с кем-то из вас мне было хорошо работать, с кем-то мне как-то было очень своеобразно. Но в то же время я хочу сказать, что годы, проведённые в библиотеке, я считаю вершиной своей жизни. То есть, наверное, я могла бы реализоваться в школе блистательно. Хороший историк, который знает и любит историю. Наверное, я могла бы реализоваться в качестве, ну, портнихи, если бы у меня была такая возможность выучиться. Но библиотека собрала на себя всё. И историка, и рукоделье, и информацию, и любовь к книгам, и, конечно, интерес к людям. Поэтому я желаю каждому работнику библиотеки принять себя в библиотеке, полюбить эту работу, полюбить наших читателей. А главное, быть благодарным за судьбу, за то, что нас судьба выбрала работать библиотекарем. Поэтому всем здоровья, благополучия и счастья.